Всем приветики! Сегодня воскресенье и мы едем на море. Да, Тайлаж? Куда едет? У Тайлажки насморк, у Тайлана насморк, он у нас немного приболел, и мы решили не покупать эти спреи, которые с морской водичкой, для того, чтобы прочистить носик. Мы решили прочистить носик сразу на море. Будем лечить сегодня Тайланда народными средствами. Да, Тайлажа? У нас будут чистые окна. Здесь на заправках обязательно моют окна. Ну, в принципе, во многих странах я такое встречала. Так что теперь можно снимать, и у нас будут чистые окна. Да? Да, Тайланд? Да, мам. Ну, громче пой. Тайланд у нас все песни знает, как и играют по радио. И на всех языках. Ну, спой, да? Ты же так хорошо только что пел. Не хочет. Бачка, смотрите, как спит. Да, да. Стой меня, подожди, Тайланд. Моё любимое кресло. Наверное, придется его купить все-таки. Садись. Садись. Нет, ну, для тебя оно не подходит. Оно для таких, как я, потяжелее. Все, пошли в магазин, пошли. Как всегда, идем мы в микрос. За водой. За всякими перекусами. Вот мы и на пляже. Народа сегодня уйма. Места совершенно нету. Сейчас я вам покажу. Я стараюсь обходить людей. Но людей здесь просто великое множество. Пока. Тайлаша уже плавает. Я пойду тоже сейчас заколю волосы, пойду окунусь. Тайланд. На меня даже внимание не обращает. Бижутерия у меня для пляжа отдельно. На каждый день отдельно. На выход, естественно, тоже отдельно. Мы перебазировались поближе к морю. Потому что там уже тенек. Потихоньку уже народ расходится. Я так думаю, что скоро чуть-чуть подопустеет. И я конкретно сниму все. Вот. Вот это все. Это древние гробницы. Вот оно. То есть, когда бывает шторм, берег размывает. И вот сейчас то, что они идут, это тоже. И вот, посмотрите. Сейчас я шлепки наодену, потому что ходить не могу по камушкам. Вот. Это все, все, все. Древние гробницы. Вот, видите. Так вот, мы переместились. Это то, что еще не размыло. Представляете, да, сколько здесь еще, наверное, всего таится. Ну, если, правда, не разграбили уже ранее. А уже позже это все заросло. Мы находимся в Фасилисе. В прошлый раз мы с вами были в Средней Гавани. Это Северная Гавань. Сзади меня находится некрополь. Фасилис. В 333 году до нашей эры его посетил Александр Македонский. То есть, его здесь приняли как победителя. Ему надели на голову золотой венок. И также под ноги бросали розы. А Фасилис, кстати, все время славился тем, что здесь делали парфюмерию и также парфюмировали масла. Александр здесь был недолго. Он буквально здесь был одну зиму. И больше он сюда так и не возвращался. Но согласно легенде, что после его... Он вернулся сюда только после своей смерти. И что его голодой саркофаг с его прахом был перевезен сюда с Египта, то есть с Александрии. Но легендам, наверное, стоит верить. Здесь когда-то благодаря легендам было найдено трое. прозрачная вода. Я пытаюсь узнать, что знаете. Мне так нравилось. Здесь в воде я видела остатки колонн. Ой, смотрите, какая рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка маленькая. Ой, две рыбки даже. Я не знаю, видно, нет? Ой, здесь их стая тела. Вот они щипаются. Я их боюсь ужасно. Они щипают ножки. Так неприятно. Я не знаю, видно вам, нет? Прям целая стайка была. А где они? Только что были здесь. Вот волшебные. Вот они кусают за ножки. Может, это и есть вот эти рыбки? Вот в Демре, когда едешь, Николай Чудотворцы, и вот дальше, когда поднимаешься, ой, нет, это не в Демре, извиняюсь. Когда в Памуккале едешь. И вот там вот поднимаешься, там якобы вот этот бассейн Клеопатры. И вот там вот есть, предлагаю тебе вот эту услугу. Рыбки обшипывают тебе пятки от роговевшей кожи. Наверное, вот как-то так. Ну, кто был, наверное, знает, да? Вот мне кажется, вот это вот не такие же рыбки, но они так кусаются. Не знаю, я всегда вскрикиваю. Ничего страшного, конечно, маленькая рыбка не съест, но все-таки. Пытаюсь найти. Вот-вот-вот опять эти рыбки. Вот они. Вот их сколько. Вот они сюда, вот они стаями. Вот-вот-вот-вот-вот-вот они. Видно, да, наверное? Я сделала. Не знаю, но не сливаются с камушками. Я тут такая рисалка на камне. А вот Тайлан. А что, Тайлаша? Я буду кушать, как обычно, творожок с полученным содержанием протеина. Давай. У нас с собой обязательно у нас с собой есть еще один пустой пакет, куда мы сбрасываем мусор. Не забывайте, где бы вы не были, где бы вы не отдыхали, не забывайте после себя убирать весь-весь-весь мусор. Ты что сделал? Интересно. Оно вот здесь вот росло, потом упало от очередного урагана или там засохло. Или кто-то ее сюда вообще притащил. Здесь тоже можно писать что-то на ней. Смотрите, какая она старая-старая. Смотрите, там тоже пустота. Ой, блин, оно даже как будто бы окаменело. Смотрите внутри. Интересно. И вот полировала природа. отполированная временем, ветрами и морем. Так. Я все время люблю что-нибудь найти. Меня восхищает все, что я нашла. Даже если это не драгоценность. Все как. Смотрите, это камень. Был в море. Что это такое? Такие причудливые эти. Смотрите, как будто маленькие. Как будто маленькие змейки, да? Такие причудливые узоры, да, оставились? Нет. Они вот. То есть это не сам камень такой. Это вот сверху, как будто на нем какие-то наросты. Вполне может быть, что они просто солевые. Но их очень интересно разглядывать. Смотрите, как будто дракончик, да? Я думаю, что это солевые отложения. То есть вот он лежал. То есть тоже бывает прилив, отлив. Может, во время отлива. То, что была вода, вода высохла между камнями. Осталась соль. Я муж гвозни. Попробую. Мы точно удостоверимся, соль это или нет. Кстати, блин. О, нет. Я не смогу лизнуть. Это точно. Красиво, правда? Так, пойдем мы его кинем туда, где он лежал столько лет. Пусть еще столько же лежит. Русские сября. Не смогу. Пусть еще много лет. Продолжение следует...